Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком Сосновского. В этом году для уничтожения ядовитого сорняка будут задействованы даже агродроны. Какие меры предпринимают в Одинцовском округе, об этом мы сегодня поговорим с Евгением Новоселовым, начальником отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Евгений, я так понимаю, что борьба с борщевиком Сосновского ведется регулярно из года в год. Как оцениваете итоги прошлогодней борьбы? В прошлом году действительно началась по поручению правительства Московской области эта большая работа. По результатам мониторинга там было выявлено порядка 120 гектар, которые в прошлом году были обработаны. Единственный вопрос, только успели один раз обработать, к сожалению. В этом году борщевика по результатам мониторинга поменьше, немного более 90 гектар. И в этом году мы планируем провести, как полагается, в три этапа в течение всего лета они будут полномерно уничтожаться и эти участки земли обрабатываться. Вот эти 90 гектар, это те, которые не удалось победить борщевик на них в прошлом году, или это какие-то вновь выявленные участки? Нет, в большинстве своем это старые, то есть эти участки идут с 2018 года. Ну, борщевик очень живучий сорняк, и, к сожалению, за один год не удается ее побороть. Мы надеемся, что в этом году он будет не такой сильный и высокий, и мы уже так системно и полномерно с ним будем бороться. Ну, и в этом году уже три этапа, то есть шансов побороть борщевик с Основскими. Три этапа, как полагается, в течение всего лета, да, в три этапа. Работы уже начались? Да, начались в поселениях, в городских поселениях в Кубинке начались, в Голицыно начались работы. Вот к концу недели, к началу следующей недели уже подключаются другие поселения, в Никольское, Большие Веземы, там, где большая площадь произрастания. За счет каких средств будет вестись борьба с борщевиком и Министерство сельского хозяйства региона? Будет ли нам помогать в этом непростом деле? Министерство сельского хозяйства готово выделять соответствующие средства в виде дотаций по результатам выполненных работ, но в основном эти работы будут проводиться за счет бюджетов поселений. Борщевик Сосновского, проблема на данный момент глобальна не только в Подмосковье, но и в принципе по России. Вот за счет чего такое распространение получило это ядовитое растение? Почему так много его стало? Ну, если с землей не заниматься, не обрабатывать ее в качестве, в основном, да, это сельхозугодие, большие там поля, на пастбищах, тогда, конечно, борщевик разрастается, и его там становится все сложнее и сложнее с ним бороться. При надлежащем использовании сельхозугодий, конечно же, то есть эта проблема, она не такая острая, а также достаточно много борщевика вдоль магистралей, а там он распространяется достаточно легко, опять же, если ими не заниматься, то есть если он вырос, дал семена, они там высохли, потоки воздуха от поражающих машин, их разносят, и площадь разрастается, ну, там, в прогрессии. Я так понимаю, что администрация муниципалитета при поддержке Министерства сельского хозяйства обрабатывает земли муниципальные, да, государственные, так скажем. А частные земли, кто должен следить за порядком там, и каким образом, возможно ли это контролировать? Да, конечно же, собственники. Мы такие участки тоже выявляем, заносим там соответствующие карты и до собственников этих участков доводим эту информацию, то есть о необходимости обработки этих территорий. А какие-то меры воздействия к ним можно предпринимать, если вдруг они не идут на какой-то компакт? Да, конечно. Ну, для начала мы стараемся довести до них эту информацию, там, разъясняем последствия. В прошлом году вы там внесены там соответствующие изменения в законодательстве Московской области, предусмотрены достаточно серьезные штрафы на юридических лиц, там, до миллиона рублей. Поэтому там, ну, есть, как говорится, рычаги воздействия на таких недобросовестных собственников. Евгений, как мы с вами уже сказали, борщевик, растение достаточно живуче, очень быстро распространяется. И я так понимаю, что для борьбы с ним используются сразу несколько методов. Расскажите, пожалуйста, как боретесь с борщевиком? Ну, в зависимости от территории, где он произрастает, возможно, применение химического метода, то есть с применением специальных гербицидов. Также механический способ, он тоже эффективный. В идеале, конечно же, проводить обработку такими двумя способами для достижения, там, наиболее эффективного результата. И еще это агротехнические, так называемые, да. В основном это применяется на сельхозугодиях, те, которые, там, пусть мы раньше не обрабатывались. То есть все это перепахивается, засеивается соответствующими сельхозкультурами. И уже, там, в дальнейшие периоды мониторится, там, для недопущения, там, повторного произрастания. Когда выбирается метод борьбы с борщевиком, играет ли роль, на какой земле будет происходить эта борьба? Сельхоз, земли, придорожные какие-то территории? Да, конечно, конечно. То есть, ну, на сельхозземлях, конечно, лучше применять химический метод, вот, чтобы семена этого растения, если оно уже успело взойти, да, чтобы они не попали случайно на поля, на сельхозугодии, и там уже дальше, там, в следующие, допустим, периоды, или в этот же период не смогли там взойти. А есть ли у борщевика какие-то естественные враги, с помощью которых его можно вытеснить, например, с участка? В природе, как таковых, естественных врагов, конечно, слишком силен. Да, да, это очень сильное растение, растая там и по 3, и по 4 метра, если с ним не бороться. Вот, самый главный враг – это, конечно же, человек. Вот, кстати, говори, если на каком-то своем частном участке, да, человек видит борщевик, как его оттуда можно убрать? Я так понимаю, что голыми руками на борщевик идти нельзя ни в коем случае? Нет, не рекомендуется, конечно же, да. Ну, если человек на своем участке его выявил, в идеале его обработать в период вегетации, так называемая фаза трех листов, когда он там до 20-25 сантиметров, он только там в конце апреля, в начале мая появился. Лучше он не так опасен, лучше обработать его сразу и в течение, допустим, лета уже смотреть, появится он вновь или нет. Так же, ну, как механически, опять же, да, так и там химически использовать по помощи каких-то гербицидов. Ну, и на своем участке можно просто перепахать и засеять какими-то культурами, которые не будут давать распространяться этому растению. Давайте подробнее расскажем о том, чем борщевик опасен для людей и для животных. Вот, собственно, почему так все с ним борются? Дело в том, что вещества, входящие в состав сока борщевика сосновского, они достаточно опасны. И при контакте с кожей и впоследствии с ультрафиолетовым излучением, то есть солнце, когда попадает, получается достаточно сильный химический ожог, там, вплоть до третьей степени. Конечно, существуют случаи с летальным исходом, но, я думаю, они, конечно, единичные. У нас таких не было, но, так скажем, в истории борьбы с борщевиком такие случаи были. И о них нужно знать, чтобы представлять, насколько это растение опасно. Да, да, да. Сильные химические ожоги, там, с алдырями очень опасны. А если люди, жители Одинцовского округа, увидели борщевик, куда обращаться, куда жаловаться? Мы всегда готовы принять эту информацию в любом виде. Личным обращением, допустим, на сайт администрации, в портале Добродел. Желательно с указанием точного местонахождения, там, при зарастании, да, этого борщевика. И приложением фотографий, чтобы мы более четко понимали, где это и в каком объеме. Спасибо большое, Евгений, что пришли к нам сегодня в студию. Надеемся, что борщевик однажды, все-таки мы его победим. А еще хочется сказать телезрителям, чтобы были внимательны, когда отправляются на отдых, на природу. Потому что там может поджидать вот тот самый коварный борщевик, о котором мы сегодня говорили. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...